Привет всем, вы на канале Берр и Гейм. Мы продолжаем проходить Шерлок Холмс Преступление и наказание Драма в Кью Гарденс Третье Расследование В общем, остановились мы с вами На Лабораторном столе Мы с вами изучали ядовитые растения Очень это было интересно Какие у них там свойства бывают По табу нам сказано До эксперимента в комнате С колониальной коллекцией Поговорите со всеми подозреваемыми О дне убийства Пойдемте поговорим Где у нас там? Кью Гарденс Опа, за дверь закрылась Так, так, так Перед смертью Дана Вы могли бы сказать Видели ли мистера Метаги Дана В день его смерти? Да, конечно Мы встретились и отправились к Альберту Его сыну около 9.30 Он выглядел вполне спокойно Ваши занятия в то утро Чем вы занимались утром, когда все случилось? После нескольких встреч с Альбертом У меня был некоторый разговор с мисс Уайт Затем пришлось сесть за стол Поработать с документами Внезапно я знаю, что мистер Дану Стало плохо и немедленно бросился На поиски Альберта Я то, что помню, что это было около 10 тысяч И поскольку подал тебя утро Спасибо, мистер Хемиш Мы продолжим расследовать Там кто-то в ту дверь сбежал Кто это мог забежать, а? Другую, по-моему Ну это точно Потом мы посмотрим по записи Кто-то сюда забежал У нас зак... Фу, ёп, испугал Да, тоже, это пенумбров А там еще какая-то дверь была, нет? Значит, пойдем Мисс Белый поговорим Потом Серый И Зеленый Сохранение Улика там какая-то нам требовалась Куда-то Мы вот так и не нашли Здесь вот что у нас Здесь ничего такого нет А там дверь, что за дверь? Ну что там, что там? Стульчик, стульчик С веревочкой и мылом С веревочкой и мылом Как? Ну где этот Серость и бубльгум? Что-то здесь грязно как-то стало По-моему, что было Фигу Поговорите со всеми подозреваемыми А здесь их только трое Поэтому мы сейчас будем говорить с троицей Субтитры делал DimaTorzok Ничего интересного Ну само по себе закрылось Может мы здесь еще не были? Нам можно со всеми подозреваемыми подговорить Бюст, сам ты бьюст А где мы бюст, не видели О-о-о, Монтегю Один Это бюст, Монтегю, да Повертеть? Может, нет? Что на лысеньке? О, осколок Интересно, подойдет ли найден осколок этому бюсту? Знаешь, что подойдет Вот так-то Осколок мрамора найденный в комнате с колониальной коллекцией Часть этого бюста И чего? Какая-то взаимосвязь, наверное, должна быть Так, пойдем К Альберту и Куайт Наверное, фиг его знает Где-нибудь там шарится Как же мы его не заметили Вроде бы везде ходили Ну ладно, бывает такое Здрасте, убийца День смерти Вы могли бы рассказать, что мистер Данн делал в день своей смерти? Могу Но не было ничего особенного Я стояла в лаборатории, когда увидела, что мистер Данн идет ко мне Вторник, день его еженедельной проверки Она обычно проходит в 9.00, но он на 10 минут задержался И что дальше? Ну он зашел поздороваться Затем я видела, что он провел 2-3 минуты с растениями за пределами лаборатории После этого он побежал в сторону теплицы, где работал мистер Хэммиш Он всегда спешил во время инспекции Я бы посочувствовала любому, кто оказался у него на пути Время И это был последний раз, когда вы его видели? Да, я прибыла в лаборатории Пробыла в лаборатории до 10.40, когда услышала крики Альберта и мистера Хэммиша из Большой Анжереи Я поспешила к ним, как только могла, потому что подумала, что что-то случилось Что конкретно вы делали в лаборатории? Диктовала описание эксперимента для моей диссертации Я как раз закончила работу, когда мистер Хэммиш забежал ко мне около 10 Ваши записи Вы сказали, что диктовали описание эксперимента, когда случилась трагедия Могу я послушать запись? О, разумеется Вы найдете в лаборатории ее номер 320 Все Спасибо, мисс Последний остался у нас 320, хорошо, у нас есть еще одна зацепка Как тебя там зовут? Альберт! Идем Сажать тебя в тюряшку Ух ты, что за шлангами? Тут шланги какие-то, это мы видели Альберша Придумали же дело в каких-то цветах Тут еще убили мужика Почему-то инспектора гаджета нету День смерти Смерть вашего отца была довольно подозрительной Что вы видели в этот день? Подозрительный? Ну я работал в павильоне семян Возился с лиц чего-то там Или оконтус О, нет, стойте Эти латинские названия Я тратил столько времени, чтобы запомнить их В тот день вы видели отца? Да, он пришел с мистером Хэммишем На еженедельный обход Ничего обычного не было А после? Ничего, они ушли на задние двор Примерно 9.40 Затем через 10 минут Я увидел, как мой отец идет в комнату с сухими тропиками А мистер Хэммиш вернулся сюда Действия других людей А мистер Хэммиш и мисс Уайт Что они делали в то утро? Мистер Хэммиш пару раз взглянул ко мне Заглянул ко мне Я еще видел, как он возвращался после беседы с мисс Уайт В 10.10 Затем он прибежал ко мне Сказал, что моему отцу плохо Мы побежали в комнату с лилиями И я нашел своего отца мертвого на полу О боже мой О май гад О май гад Спасибо, молодой человек Скоро увидимся, янг мэн Вы все ушли, Холмс Пусть свободен Куда ушли? Восстановите правильный ход событий Основываюсь на собранном ходе Опять, что ли? Подожди, что Опять, да ёб твою налево Вот они, три растения хвонючих Один Бюст Этот Че там Дальше, по-моему Пробел включить, что ли? Фиг его знает Один Нет, нет, нет Один, а потом там два будет Где-то он опять должен был Дальше Нет, это было не так Прям он пошел нюхать ядовитые растения Ну, первое, допустим Первое Как второй значок поставить Надо попробовать А лучше получилось Так, где-то Прямlectать Хм ну где там чубчик кучерявый так это вторая там есть бум бум когда мотегю приблизился к растениям гусеницы попали на них и они выпустили споры паникуя и задыхаясь монтекю дан отступил и сбил на пол он бросился к двери но она была заперта он попытался выломать ее плечом мы знаем что произошло дальше монтекю дан упал и умер недалеко от воды пришло время провести эксперимент с вентиляционной системы проводи как там проводить эти тексты гусеницы могли упасть из вентиляционного отверстия наши гусеницы на месте я включу систему вентиляции чтобы они упали ватсон стойте здесь и наблюдайте ха ха чё делать чё сказал надо делать куда идти вентиляции открыть открыть вентиляцию выпустить гусениц так открывается а где она еще есть помнишь может быть какой-то вентиль или что-нибудь такое как она там ее вот она суда идет да откроет ее кто она как ее открыть то на где-то вентиляция вот и на суда и и это вода вот вот и куда она делась давай шифти клавиш вот она суда идет потом туда куда-то опять по кругу а где и включить ты это налево где у нас еще вентиляция была не помнишь вот здесь и на по кругу что там включить то надо на где шняги на вентиляция все имеет и появляется да сам ты ты вот так вот надо идти по вентиляции на по ту ту идти и пум пух а что это включить то и аааааа ква 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 понятно давай давай-давай ватсинтс наблюдаете как на вас на лысеньку будут подгузницы сейчас цветочки будет стрелять и вы задохнетесь трансмиссию старт вторую к зелену нет он вот это нет завести питание включено понятно это питание процесс нечего к передачи активно процесс трансмиссию активировать двигатель начал заработать работать теперь в трансмиссию включить трансмиссии можно включить или нет система вентиляции работает пойдем к ватсону пойдем к ватсон где наш ватсон мистер ватсон поскорей бы убраться с этих какого там как они называются лучше запас то у вас она как-то мимо тебя пролилось все теперь смотри можно ли включить вентиляторы там где работают мистер миш и альберт по-моему идем мистеру хэмишу и мистеру альберту мистер и да кабец какие нефти мистера посмотри на них мистер высшее образование кабец они того что делать высшего их называть получаете высшее образование будете получать мистер мистер что он сказал делать мистеру хэмишу альберт что-то здесь мутил смотри не все убрались муж кабинета мистер альберт мистера хэмишу альберт где хэмэх ты надо выключить и тогда войдем помощь не найдем отлично вентилятор работает посмотрим получите любом где еще вене ухтешу закрылась альберта в кабинете по там где это уайт херачится это он же и должен в кабинетик вот он превосходно теперь мне нужно 20 отлично сработало холмс браво теперь если вы можете мне избавиться от этих гусениц отлично теперь мы знаем как был убит мотегюдан в результате включения вентиляторов альберта и хэмиша но только с рабочего места места хэмиша было видно когда мотегюдан вошел комнату с колониальной коллекции найти способ стимуляции ядовитых растений выполнена дюк дюк тяне смертельный расчет недостаток опыта уайт знаний мисс уайт полученных в университете могло быть недостаточно для того чтобы обеспечить правильную реакцию ядовитых растений знание у эту мисс уайт хватало знаний чтобы активировать ядовитые растения использование вентиляции чё возможность хэмиша мартин хэмиш мог активировать ядовитые растения в комнате с колониальной коллекции как биолог он знал нужный порядок действий двое двое но это не точно все подстроила секта божественный синдикат оставил растение в кьюгарден чтобы позже убить мотегюдана секта не причастна кто-то похитил ядовитое растение до божественного синдиката может быть секта а чё там красный так много вес значит та херня красный знаний уайт неправильный чё не она что-то ее не она нахер ковдец не она значит это хэмиш мотив хэмиша дана отравили возможность хэмиша это он хэмиш виновен убийцей мог быть мартин хэмиш у него была возможность украсть растения божественного синдиката активировать их со своего рабочего места сразу после того как он запер мотегюдана в комнате паскуда арестовать организуйте арест и чё чё закончим дело да жесть хэмиш кокнула ну ты дурак сообщите лезь среду что он чтобы он арестовал мартина все заканчиваем дело ну хэмиш я готовлю вешалку пойдем к должен признать клей стойду он уже ждет он знает что мы придем уже ли строю мне не здесь здесь был ну ли строю строю инспектор полагаем это хэмиш виновен убийстве дана манты гю я знал это я пошли офицер арестовать его ты как всегда очень буду ждать новостей некоторое время спустя так идем арестователь есть инспектор я привел как только смог мартин хэмиш большой оранжерея нет нужны спеши почему нет большой нужны спешить но тогда пускай будет малая нужна арестовать мартинах пойдем арестовывать нудака он большой где-то в большей аранжерея там делаешь хозяином захотел стать а только зря ты это захотел у нас есть холмс большая оранжерея там биг оранж и рей нас сантин нос бы ну замыкался то за вот это на на большая оранжере он то вот не мешай ну что ж ты все а вот и мы Хамелеон, ты где? Холмс, боже мой. Да, это так. Наши поиски вокруг системы вентиляции не остались незамеченными. Мистер Хэмеш понял, что мы знаем. Эээ, инспектора, вы не покажете мне тело, я бы хотел осмотреть его. Блин, мне кажется, что его повесит. Смотри на Мацена. Ватсон, да ты сумасшедшая, что ли? Ватсон, у тебя всё нормально с головой? Или ты труп увидел, тебе хреново стало? Ватсон, куда ты пошёл? Ну иди. О, всё, пришёл. Его повесили. Полоса вокруг ушей очень заметна. Он умер мгновенно. Вот везёт. Чё, всё, что ли? Холмс, его левый ботинок необычен. Это аномалия. Часто свидетельствуют о... Косолапости. Браво, Ватсон. Вот ключ ко всему делу. И чего? Я не поняла. Ну и что? Косолапости. А почему вот ключ? Чё это такое? Письмо. Жизнь превратилась в сущий ад. Я нахожу это невыносимым. Дан заслужил смерти, но я не могу простить себя за его кровь на моих руках. Мы, Хэмиши, практически всегда были жертвами обстоятельств, и я не исключение. Я должен уйти, и я делаю это здесь и сейчас. Прощайте. Ну, смотрите, тело. Всё. Ну, чё? Совесть загрызла. Вы? Видать. Чё? Признание Хэмиша косолапость. Пф, нет. При чём тут это? Хэмиш действовал один. Мартин Хэмиш не мог бежать из-за своей косолапости, однако стоит проверить, хватило ли ему времени запереть дверь в комнату с колониальной коллекцией и включить систему вентиляции. Был ли у него сообщник? Уаааай. Поговорить с Лайстрейдом. Обсудить с Лайстрейдом значение новых улик, обнаруженных на теле Мартина Хэмиш. Давай, давай. Поговорим. Выходи. Лейстрилит! Лейстрилит! Кнопка! Давай. Признался. На себя взял. Вот там ещё двое бегают. Что-то тут не сходится. Почему вы так говорите, мистер Холмс? Почему? Из-за косолапости мистера Хэмиша. Ой, я заслушаю такого тумака, что дело бы до Чарн Кросса. Я должен был заметить. Но, мистер Холмс, я не понимаю, почему? Да, и я и не думаю, что понимаете. Напомню, что мистер Дамбл запят убийцы внутри комнаты с колониальной коллекцией. Если бы мистер Хэмиш, то он должен был бежать к рабочему службу, чтобы включить вентилятор, уничтывая состояние его походки. Ну, это всё ещё возможно. Возможно, однако странно, что такой человек, как мистер Хэмиш, решил опереться в своём плане на скорость ходьбы. Вы хотите сказать, что кто-то ему помог? То есть, в целом, убийство под вопросом? Верно. Мистер Хэмиш обвиняется только себя в письме, и поэтому расследование остановлено. Тогда, возможно, сообщник? Эта мысль не приходила мне в голову, мистер Холмс. У меня есть и другая идея, инспектор. Благодаря предоставленным сведениям, мы сможем восстановить ход событий, которые произошли в тот день. Хронология подробно той, что было в деле Джека Потрошителя? Именно. Чего? Карта на входе Кьюгарнс поможет восстановить хронологию событий. Проанализируем факты и наблюдения, чтобы прочесть. Блин. Мартин Хэмиш. Стоп, ну-ка. Это что за мудак пошел? Так. Этого обошел хорошо. Монтегю пошел дальше. Это вот Альберт. Это мисс Кейт. Желтенький. В белом халате это, возможно, вот этот директор, вот этот, смотри, он типа проверка пошла. А в зелё... В этой вот... А как дальше? Так пошел ты нахер. Давай. Превосходно, Ватсон. Теперь узнаем, кто помог Мартину Хэмишу убить Монтегю Дана. Посмотрим карту, что мы хотя бы пропустили. Так, в 9-30 он поп... Ой, попей. Поговорил с этими... С этим. С этим пошли туда. Потом что-то вон там общаемся. Потом вот этот мудак с этой поговорил. Потом с тем он не говорил. Это что-то там ходит, ходит как сумасшедший. Потом вдвоем, потом втроем. Проведем итог. Монтегю Дан был отравлен внутри комнаты с колониальной коллекцией. Он пытался выломать дверь, что означает, что кто-то запер его в... В 10-20. Последний раз Мартина Хэмиша видели в 10-10. То есть у него было 10 минут, чтобы запереть дверь в комнату с колониальной коллекцией, учитывая его кусолапость. Это сомнительно. У Альберта также было 10 минут запереть дверь в комнату с колониальной коллекцией, с чего вполне достаточно. Мисс Вайк последний раз видит в 10-10. То есть у нее было около 20 минут, чтобы запереть дверь. Этого более чем достаточно. Они все сообщники, паскуды. А как узнать-то? Давай закончим этот долбаный следственный нападем. Закончим мы это дело потное сегодня. Действия Хэмиша. Действия Альберта. Альберт не причастен. У Альберта было время. Мартин Хэмиша, Альберт не сообщники. Да, подходит. Значит, Уайт. Потому что Хэмиш с Альбертом, они были в плохих отношениях, я так понимаю. А насчет отношений Уайт и Хэмиша непонятно. Видимо, они как-то, может быть, общались. Первый номер. Стерва, стерва! Мартину помогла Уайт. Осудить, оправдать. Мисс Уайт ужасная женщина, способная на убийство ради денег. Она флиртовала с сыном Дана, Альбертом, а затем довела Мартина Хэмиша до самоубийства. Она заслуживает казни. Оправдать. Мисс Уайт несчастная женщина с долгами, который отверг состоятельный джентльмен. Когда Дан оттолкнул ее, она убила его от отчаяния. Хэмиш пытался спасти ее. Потому что она заслуживает второй шанс. С хер ей. Смерть. Осудить. Но, Холмс, как вы можете быть уверены, что мы найдем здесь мисс Уайт? Это очевидно, Ватсон. Всего лишь используйте мозги. Я использую их. Использую. Сейчас, когда петля затянулась вокруг шеи Мартина Хэмиша, мисс Уайт должна уничтожить все следы своего участия. А где после самоубийства ее сообщник остался в последний след ядовитые растения божественного синдиката? Она будет там. Очень хорошо. Идем. Идем. Еще минуту. Послушайте меня, Ватсон. Я встречусь с ней сам. Вы затаитесь за ее спиной. Куайт. Что вы задумали? Ничего особенного. Импульсивность женщин для меня всегда была тайна. Но она сильная, и нам нужно быть наготове. Фига буртия. Хорошо, может на меня рассчитывать. Холмс. Она еще и может на Холмса напасть. Вот оно что. Мало того, что связалась с богатеньким ради наживы. Стира. Мисси. Мистер Холмс, добрый день. Вы не особо удивились, мисс Уай. Ну, я ждала вас. Не слишком долго, верно? Пожалуйста, поведайте мне, кто спланировал убийство. Это были вы? Ошибаетесь, мистер Холмс. Тогда Мартин Хэммиш. Вы смогли убедить его сыграть более значимую роль. Вы очень далеки от правды. Думаете, что сумеете меня дворачить? Вас не заботит, о чем я думаю? Точно позаботиться о том, кто способен довести человека до самоубийства. Все кончено, мисс Уай. Полиция прибудет с минуты на минуту. Конечно. Возможно. Секунду вы здесь, а в следующей уже на другой стороне. Вы на другой стороне. Нет, стоп! Чего? Стерва. Чего там? Она за них удала что-то. На другой стороне. Сейчас она его убить попытается. Да? Драка, что ли? Умоляю вас, не делать это мне свой. Не приближайтесь. А, она сама хочет выпить. Ватсон поможет. В. Пожалуйста, успокойтесь. Я пришел помочь. Нет, шаг назад. Не пытайтесь остановить меня. Не глупите, вы же не хотите умереть. Нет, слишком поздно. Ты будешь повешена. Керач. Не успела. Как-то быстро она умерла. Мгновенно. Эта трагедия... Что-нибудь можно сделать? Боюсь, нет. Я тоже подействовал. Ее сердце остановилось мгновенно. Бедные дети. Можешь изменить, может быть. Но есть другая версия. А как-то другая версия. Попробовать предотвратить. Давай. Готовим мышку. Готовим мышку. Стоп. Ты не можешь действительно умереть. Нет. Это слишком поздно. Давай. Есть. Ну. Облом. Листрюй приехал. Отлично, Ватсон. Она не притворялась. Мисс Уайт, вы не прави лишать тебе жизни. Доктор Ватсон? Вы спасли меня? Или хуже? Фу, конец. Принять версию. Все. Сейчас зелененькое все. Принять версию и ползать. Тайный самаритянин. Да сам ты тайный. Прогулка в лунном свете. Наконец-то что-то такое таинственное уже мне нравится. Пропустили важную фразу в диалоге? Вы не можете вывести справку об игре, рабочем кладе, что она же... А вы можете. А вы так можете тянуть своего кота? Я вот могу. Если, конечно, он у вас есть. Куда вы собираетесь, Холм? Вас куда-то пригласили? Нас пригласили, Ватсон. Да? И куда же? На ежегодный ужин полиции из Бейкер-стрит. Они прислали на приглашение, а она на столе. Ужин? Как могут эти уличные мальчишки его себе позволить? Не могу понять, чем они вас так привлекают, Холмс. Грязные? Не поблесгуют, стянуть у вас кошелек. Ватсон, вам понравится. Это тайный ужин. Его место проведения меняется каждый год. Почитайте меню. От него слюнки текут. Ладно. Мы тайная полиция из Бейкер-стрит. Приглашаем вас с Шерлок Холмс и доктор Ватсон на ежегодный ужин. Меню, закуска, салаты, замороженные крысиной головы. Это шутка? Вовсе нет. Малю, продолжайте. Основное блюдо, свиное в имя, в стиле Дэнни-щелкунчика. Это звучит отрактительно, Холмс. Гуляш из ежика. Уличная репа в домашнем соку. А вот и они. Я слушаю их шаги на ступеньках. Это все чушь. Но мы не можем пойти туда. Это несъедобно. Ватсон, вы раните чувства несчастных детей. Мы должны пойти. О, мистер Холмс. Все в порядке, мистер Холмс. Мистер Холмс. Уиггинс, доктор Ватсон готов. Он будет рад присоединиться к нам. Но вы плохо выглядите, мой друг, юный друг. Что-нибудь случилось? Не говорите, что ужин отменим. Мистер Холмс, это мой брат, Лейтон. Он в тюрьме. Они говорят, что он убил двоих. Вы должны помочь нам, мистер Холмс. Я знаю, он этого не делал. Где он сейчас? Из того, что я слышал, его забрали в ярд и уже задали хорошую трёпку. Я знаю, как они ведут тебя. Возьмут его, а больше никого искать не будут. Холмс, мы должны помочь ему. И забыть об ужине. Уиггинс, я беру это дело. Вы потрясающий, мистер Холмс. Я буду ждать вас на месте убийства. Вы же приедете. Это на Half Moon Street. У Уайт Чеппелл. Очень хорошо. Вспомним. У Уайт Чеппелл. Следующий серий. Охранения не было, так что здесь мы закончим. Подписывайтесь на канал, вступайте в РПК, так и на комментариях. Ставьте лайк. Всем удачи, пока. Пока.